КОНКУРС 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 КОНКУР Замечательная корона, в этом году она сильно изменилась и действительно прекрасна. Где храните? На голове. Вы не испите? Я с ней не расстаюсь. Насколько, Максим, это правда, обычно на всех конкурсах корону конкурсанткам дают только на церемонию награждения и на публичные приемы, а потом организаторы забирают ее? В вашем случае это как? Это бывает по-разному. Мы сейчас, кстати, и думаем над этим, как правильно поступить. Мы точно понимаем, что какое-то время корону должна у себя поддержать бдительница, абсолютно заслуженно. Потом она должна находиться, наверное, какое-то время в подразделении, которое она представляет. Тоже абсолютно заслуженно, потому что именно данное подразделение ее выдвигало как конкурсантку. Это тоже важно. Ну и, конечно же, это должна быть точка у организаторов, потому что мы ответственны за эту корону. Прежде чем мы продолжим беседу, давайте посмотрим сюжет, который подготовил наши журналисты. Они побеседовали с людьми, которые были на конкурсе и с некоторыми участниками. Любить и быть любимой. И если осанка и походка были уже выработаны у конкурсантов к полуфиналу, то танцевать, петь им пришлось учиться за месяц до финального выступления. А это ежедневные многочасовые репетиции после работы. Но если череповецким участницам удалось распределить нагрузку равномерно на месяц, то иногородним пришлось еще сложнее. Девочки очень переживали. Они приехали 10 дней назад, то есть за 10 дней до конкурса. Но этим, конечно, досталось еще больше. То есть, если наши приходили по 4 часа занимались, то эти просто заходили в час дня и уходили в 12 ночи. Ну, конечно, мы их покушать отпускали так пару раз в день. Ну, ничего. Кстати, когда они приехали, наши девочки перестали абсолютно плакать. Спало напряжение. Это такие чудесные девчонки были иногородние. Я не знаю, как обычно раньше это было, но в этот раз мы их так полюбили. Ярославль, Воркута, Маша – это просто гениальный ребенок. Питер, Катюшка, ну вот все. Вот они настолько вот прямо снимали вот это напряжение, когда вот подходил пик, когда уже вот так всех трясло, они что-нибудь говорили и все. У всех смех, истерика и все. Уже никому домой не хочется. Все такие иногородние умнички. Из разных городов приезжают не только участницы конкурса. Поболеть за конкурсанток на финал едут родственники, друзья, коллеги и они тоже готовятся заранее. Кричалки, у нас транспаранты, плакаты, футболки. Все подготовлено, все хорошо. Мы ежегодно приезжаем поддержать конкурсанток от своего предприятия. А вы с какого предприятия? Из Жорский трубный завод, Санкт-Петербург, Колпино. Поддержка важна не только для участниц, но и для дебютировавшего в этом году постановщика-режиссера. Я пришла поболеть за свою дочь, она режиссер этого конкурса. Первый раз с какими ощущениями идете? С ощущениями радости и пожелать успеха дочери своей и порадоваться, если все будет хорошо. Конкурс «Мисс Северсталь» каждый год разный, не похожий на предыдущий. Новые костюмы, конкурсантки. В этом году и режиссер изменился. Но одно неизменно – это самое ожидаемое событие в преддверии Нового года, наполненное красотой и праздничным настроением. Юлия, к вам вопрос. Какие эмоции были, когда вы шли на конкурс, переживали весь день, переуспокоительные? Ведь финал был уже вечером. То есть как вообще психологически подготовиться к непростому испытанию публичному? Да, эмоции были самые положительные. В день финала волнения совершенно не было. Волнения, наверное, все было во время подготовки. Вот этот месяц. Очень много было потрачено нервов. Мне редактор подсказывает, что последние три дня конкурсанткам практически пришлось жить на площадке для того, чтобы отшлифовать все выходы, все движения, все конкурсы. Конкурс – это действительно так? Это так. То есть даже дома не были? Дома только ночевали. И то по пять, по шесть часов. То есть стать мисс Северстайль – это еще и большой труд, не так просто. Большой труд. Было ли какое-то предчувствие о том, что жизнь выиграет вас? Гадали ли на победу? Нет. Потому что я знала, что я взяла номинацию в мисс Интернет, а в прошлые года не давали две номинации в одни руки. Ну, именно две этих номинации – главные призы. Поэтому был на самом деле реальный шок. Я не могла поверить своим ушам, когда называли мое имя. Хорошо. Если говорить сейчас о модном движении SelfPick, когда люди себя фотографируют, размещают в социальных сетях, как быстро появилась ваша фотография в Короне на страничке в социальной сети? Фотографировали много. Сама себя не фотографировала. Как только кто-нибудь выложит из друзей, так и появится. То есть пока еще вот это прям вот… Пока нет таких фотографий. Хорошо. Давайте продолжим беседу с Максимом. Если мы смотрим какие-то конкурсы Мисс России, Мисс Мира, то помимо самой церемонии, короны, подарков, каждый мисс получает, кроме привилегий, еще и обязательства. Они обязаны участвовать в определенных программах, представлять, выполнять представительскую функцию и прочее, прочее. Есть какие-то обязательства у мисс Северсталь-2014? Это же лицо компании. Как раз поскольку это лицо компании, все правильно, то обязательства такие, чтобы не уронить собственно достоинства и вот собственно весь этот год как минимум достойно представлять себя, потому что лицо Юлии – это отражение красоты Северстали, признанной красоты Северсталью. Красота Северстали, она заключается не только во внешности, но и в том, как человек говорит, общается, как себя подает. В этом именно наша профессиональная красота. Еще раз говорю, мы ее выбрали такой. Хорошо. Максим, а в этом году было много желающих поучаствовать в этом конкурсе? Как проводился отбор? Был ли он опять междугородним, когда люди подают заявки со всего дивизиона? То есть как проходила сама процедура отбора? Процедура, да, уже не первый год, достаточно традиционно. Мы увлекаем даже не только дивизион российская Северсталь, но это еще предприятие, ресурсное предприятие. Такие как Воркута, Алкон, Карельский Акатыш. Поэтому заявки мы собирали со всех этих подразделений. Практически все откликнулись. Заявок тоже достаточно традиционно много. Их приходит изначально порядка 80. Это уже тенденция третий год такая. Но на сам кастинг уже приходит порядка 60. То есть видно, не все психологически готовы после заявки еще преодолеть все-таки себя. Ну и в этом году у нас кастинг проходил несколько нетрадиционно. У нас мы поменяли структуру. Он был в виде фотосессии. Мы его не проводили публично. По результатам фотосессии были отобраны полуфиналистки. Вот как-то так. То есть у нас в кастинге приняло участие порядка 60 человек в отборочном туре. Финал вышли уже меньше. 25. Представители каких городов приехали на полуфинал, на финал? Вообще заявились представители у нас из Москвы. Вы были из нашего филиала в Москве с Костомукши, с Воркуты, с Ярославля, Колпино. Это Санкт-Петербург. Вот, собственно, такой охват. На все санкт-Петербург. Вот, кстати, широкая география такая и достаточно серьезный труд по подготовке к мероприятию. Как иногородним людям удается совмещать рабочую деятельность и репетиции с тренировками, сам конкурс? Это ведь действительно тяжело. Да, тяжело. Ну, и здесь составляющие нескольких, из нескольких составляющих это складывается. Безусловно, желание самой участницы. И потом вовлеченность в этот процесс руководителя, того производства, предприятия, которое представляет данная участница. Только так, наверное. Ну, и готовность, конечно же, оргкомитета. Мы всегда готовы были помогать, предоставить транспорт, посмотреть, какие условия можно там улучшить. Улучшить, обязательно разместить гостиницы, чтобы все было, чтобы ничто не отвлекало именно от процесса. И, соответственно, мы постарались договариваться о том, с руководителями этих предприятий, иногородних, о том, чтобы они дали возможность побольше подготовиться, потому что действительно есть ограничения. Юля, к вам вопрос. Как вы решились подать заявку? На самом деле, меня отправили коллеги на этот конкурс, сама я не решалась. Ну, вот прям так вот, выдали сумочку, ручку, бумагу, сказали, иди, фотографии сделай. Нет, конечно, это было не насильно, но они повлияли на меня психологически. Были мотиваторами. Что говорили? Ты победишь, да ты самая лучшая, самая красивая. Приходили ли поддерживать на само мероприятие? Конечно. Редакторы говорят, что в зале было достаточно много представителей из других городов, которые должны были бы болеть за своих участников, но к финалу они уже болели за вас, Юля. Потому что понимали, что вы действительно самая-самая из тех конкурсантов, которые в этом году были. Действительно так? Зал достаточно активно болел. Конечно же, стараются наши череповчане поддерживать иногородних. Это культура нашей компании. Конечно же, за своих поболеть. Поскольку у нас Северсель Промсервис, то подразделение, которое представляет Юля, это одно из самых многочисленных, то и группа поддержки самая ощутимая. Конечно же. Не могу не спросить, в каком подразделении, Юля, вы работаете? Группа по капитальному строительству. Замечательно. Как отреагировали на вашу победу коллеги и родственники? Как быстро начали звонить в телефоны, посыпаться поздравлениями? Все коллеги и родственники были в зале, все поздравили лично, все очень рады, счастливы, тоже все в шоке. Как ваши ощущения и дальнейшие личные планы? Хотите попробовать себя в конкурсах? Уже в Мисс России, может быть, даже в Мисс Мира? Ну, это все впереди. Уже не боитесь? Уже не боимся. Самое главное, что вы вынесли из конкурса для себя, с чем вам удалось внутри себя побороться и в чем-то измениться? Что стало для вас самым ценным в этом конкурсе, помимо звания, подарков и короны? Поборола страх публичного выступления, страх сцены, вообще только положительные эмоции. Замечательно. Вот вопрос, странный, наверное, из уст мужчины, но его написала девушка-аншедактор и просила обязательно спросить. Немногие девушки с радостью рассказывают о своих параметрах, вы в прекрасной форме. Если можете, поделитесь с нашими телезрителями секретом, как вам удается поддерживать себя, такой стройный, тияющий. Во-первых, это здоровый сон, правильное питание, спорт, пить как можно больше воды и улыбаться. Спасибо. Естественно, чем больше позитивных эмоций, тем красивее люди. Максим, вот такой вопрос. Мы уже говорили в самом начале о том, что есть мнение, что конкурсы Мисс Россия, Мисс Мира, это все-таки конкурсы, которые достаточно политизированы. А там используются для определенных целей. А конкурс Мисс Северсталь, он для компании для чего служит? Этот конкурс, можно сказать так, что он подчеркивает имидж и статус компании, показывая ее состоятельность, ее современность, ее динамику. То, что мы идем в ногу со временем, это вот так. Немногие компании могут себе такое позволить, еще в таком качестве, в таком виде. И для нас еще это, вот мы же говорили с вами про охват. Для нас еще это один из объединяющих моментов то, что показывает нашим сотрудникам даже, насколько большая наша компания, какой охват, география. И какие замечательные там работают. Конечно, да. И это сближает, потому что вчера вот девушки уже делились впечатлениями между собой после подведения итогов, насколько они сдружились, что они готовы встречаться, ездить в гости друг к другу. Это же замечательно. И это наша большая компания. То есть этим мы показываем, что мы не только суровые металлурги, а у нас есть еще своя прекрасная красота, у нас есть хорошее теплое отношение. Все, что есть в мире нас окружающим. Замечательно. Юля, вот насколько действительно удалось завязать дружеские отношения с конкурентками на тот момент в конкурсе? Нет. Насколько вы стали подругами? Да. Часто рассказывают истории о том же Мисс Мира, как девушки за сценой становятся чуть ли не сестрами, уже помогают друг другу. Какова у вас была атмосфера за кулисами? На самом деле, не называть их конкурентками, не стали подругами. Мы все, на самом деле, очень дружная команда была в этом году у нас. Все сдружились. Будем общаться дальше. Что самое сложное было в подготовке к конкурсу? Какой самый сложный этап был лично для вас? Постановщик ругалась? Ну, наверное, справиться с эмоциями, потому что доходило уже и до нервных срывов на репетициях. То, что родные нас потеряли дома, не видели практически. Вот это, наверное, самое сложное. Хорошо. Но, тем не менее, вы доказали, что вы самая лучшая в этом году. Вы стали Мисс Мир Сталин 2013. Это как бы уже факт, который есть. Поздравляю вас еще раз. Но у нас осталось буквально две минуты. И поскольку мы с вами выходим в эфир уже буквально за один день наступления Нового года, я предлагаю и вам, и вам поздравить наших телезрителей и что-то пожелать в наступающем Новом году. Максим, пожалуйста. Я предоставляю все-таки слово Юле сначала. Ну, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать прекрасных эмоций, улыбок. Всегда идти вперед, не останавливаться на достигнутом. Счастья, удачи. Спасибо. Пусть пожелания сбудутся. Максим Иванович. Я бы пожелал сотрудникам компании, жителям города, ну и Вологодской области, естественно, в первую очередь здоровья. Но самое главное, то, что не отвлекает нас от наших дел, от того, чем мы хотим заниматься в этой жизни. Безусловно, благополучие тоже важный момент. Гармонии в семье, то в семье, либо в личных отношениях. Чтобы каждый мужчина, молодой человек нашел свой мисс, ну а каждая девушка, каждая женщина была такой мисс обязательно для кого-то. Чтобы следующий год был более успешным, чем год уходящий. Всем всего самого хорошего. Наступающим праздником. Собственно, это я хотелось пожелать. Спасибо. Замечательное поздравление. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях были начальник управления делами СБК дивизиона Северсталь и Российская Сталь Максим Колоцей. Спасибо большое, что нашли время и пришли. И победительница конкурса Мисс Северсталь 2013 Юлия Ильичева. Юлия, еще раз поздравляю вас с победой. Спасибо. Спасибо большое вам за беседу. Это была программа «Точка зрения». Увидимся в следующем 2014 году после новогодних каникул на телеканале «Провинция РН». Счастья, красоты и доброты вам. С наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова